Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время». Ваня, здравствуй. Хочу обсудить, почему, давай начнем с того, почему, по твоему мнению, Путин не поздравляет Зеленского. Я думаю, там пока не определились, как именно стоит относиться к Зеленскому, как какая-то непонятная флуктуация на украинском электоральном поле или как к серьезному сдвигу в менталитете украинского народа и вообще в электоральных предпочтениях украинского народа. То есть они не понимают, насколько это фундаментальное изменение. А почему Дональд Трамп позвонил сразу же практически? Потому что Дональд Трамп это сам и есть Владимир Зеленский, только на 2-3 года раньше, на 2,5, если быть точным. Я думаю, что природа избрания Дональда Трампа и природа избрания Владимира Зеленского во многом они между собой перекликаются. Я не скажу, что прям похоже, но очень перекликаются. Протестное, антисистемное, ужасное разочарование в системных политиках, которые не смогли, то что называется deliver, предоставить желаемо основной массе людей. И улетели в космос, в какой-то свой мир. И вот таким образом люди, простые люди напомнили о том, что они существуют, у них есть свои потребности и что о них забыл политический класс. Это произошло в Америке, это произошло сейчас. Кроме того, если мы обратим внимание на то, как строилась предборная кампания Дональда Трампа, она была супертехнологична, не опиралась на традиционные СМИ. Примерно то же самое было и в случае у Владимира Зеленского. С тем только отличием, что у Дональда Трампа главным стенобитным орудием был твиттер, у Владимира Зеленского был все-таки инстаграм. Не фейсбук, я просто в фейсбуке слежу за ним. Нет, инстаграм. Инстаграм, это гораздо более современно, модно, молодежно, поэтому сейчас котируется инстаграм, и всем, у кого нет инстаграма, советую заводить, потому что, особенно тем, кто хочет стать президентом в будущем. Как, по твоему мнению, вообще будут выстраиваться отношения при президенте Зеленском, Украины с европейскими партнерами? С европейскими, я думаю, ничего существенно не изменится. Один очень показательный момент, когда издание «Новое время», в котором я работаю, спрашивал у кандидатов еще перед первым туром, где вы любите отдыхать? Спросили всех основных кандидатов, и все сказали, в Украине, конечно же, мы любим Карпаты и Крым. Но Зеленский был единственным человеком, который рассказал, что я люблю Австралию, он сказал. Мне кажется, как человек, который любит отдыхать в Австралии, он уже назад в Россию никогда не захочет, ему уже всякие европейские дела гораздо ближе. Я абсолютно уверен, что он не будет стремиться в Россию, скажем так. Другой вопрос, кого именно... Сейчас я бы даже так сказал, вопрос не между Западом и Россией стоит выбор, а между Европой и Америкой. Вот куда Украина пойдет, больше в Европу или в Америку? Уточню, то есть ты точно исключаешь возможность вот такого разворота в сторону России. Она неинтересна. То есть тут еще, как мне кажется, есть такое серьезное отличие между Порошенко и Зеленским. Для Порошенко Россия, в общем, враг, злой, он испытывает ненависть к России. Зеленский относится, мне кажется, еще более обидно для самой России к России, он ее не замечает, он игнорирует. Он считает, что Россия это вчерашняя, это неинтересно, это все забыли. Конечно, есть проблема Донбасса, есть проблема Крыма, разумеется, их как-то надо решать. Просто игнорировать ее невозможно. Но цивилизационно, цивилизационно, это не безинтересная цивилизация, это все это вчерашний день, это то, что ушло и никогда уже не вернется. Расскажи, почему выбор будет между Европой и США? Потому что сейчас действительно меняется очень сильно и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Америка становится все более-более изоляционисткой. Мы видим, что Америка воплощает в себе, скажем так, вот эти антисистемные настроения, которые, в числе прочего, привели к власти Владимира Зеленского. То есть к Америке подтягивается Эрдоган, к Америке подтягивается польская партия ПИС, которая тоже такая праворадикальная. Все вот эти силы, которые не очень любят Евросоюз, не очень любят демократию, они в основном туда сейчас, к Дональду Трампу. Зато те, кто за Единый Европейский Союз, за силы старого истеблишмента, скажем так, они, конечно, за Германию, за Францию, за Макрона, за всех этих людей, которые, кстати, очень не любят сейчас Дональда Трампа и нынешний американский курс. Конечно, в следующем году будут выборы в Америке, все может поменяться, но сейчас надо выбирать, я думаю, будет Зеленскому, либо он с Америкой, либо он с Европой. Можешь ты уже предположить, кого он выберет в таком случае? Я думаю, что Украине все же Европа ближе, важнее и интереснее по ряду объективных причин, таких, например, как просто географическая близость, ментально-идейная. Думаю, Украина ближе к Европе, чем к США. Но опять же, будем посмотреть, потому что заранее, самая главная проблема Владимира Зеленского, мы ничего о нем не знаем. Это фундаментальная главная проблема. Ну, я думаю, что с Дональдом Трампом, если они встретятся, наверняка в какое-то время будет организована такая встреча, они найдут общий язык, потому что, в общем, они из одного котла, скажем так. Оба не системные. Оба не системные, оба даже антисистемные. Спасибо большое. Иван Яковин, международный обозреватель издания «Новое время» был гостем нашей студии. Продолжение следует...